Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Первое послание к Коринфянам, третья глава, с первого по 15 стих, и потом заново начнем объяснять. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. «Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Полосов», то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. «Я насадил, Аполос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть не что, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соратники у Бога, а вы Божие, а не его Божие строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценные камни, дерево, сено, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в дне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит, урон, впрочем, сам спасется. Но так, как бы из огня. Мы знаем много проповедников с первого века по сегодняшний день. И одно и то же местописание уже перетолковали на много раз. У нас одно толкование, которое церковь установила, которое через святых отцов дошло к океану Златоус, златословесный мучитель, а тот собрал всех святых отцов и блаженного фифилакта. Я пошел другим путем. Сам проповедовал тысячи проповедей, сказал, а результат неизвестен какой. Был священник такой, отец Дмитрий Смирнов. И он говорит, 20 лет крестил, обернулся, и никого нет. Женский полдевочек крестил. Кем они стали? Сказать страшно. Крестил мальчиков. Где они? Вот в алтарь заносили. Где они? Никого нет, в храме ни одного нет. Ребята, причина какая? Нет страха Божия, нет привязки. Да, говорил, говорил неплохо, может быть. Да и видно, что старался, как будто делал. Вот мы сейчас считаем. Вот это проповедь. Это оригинал проповеди. Вот он, коринфская церковь, которая попала под самое строгое взыскание. У вас, говорит, есть грех, которого даже у язычников нет. Безбожники рядом живут, неверующие, пьяницы. Но такого греха нет, как в вашей церкви. И вот здесь он начинает говорить, как себя проверить. Мы должны, правильно я или неправильно. Я говорил проповедь в Москве и дома. Послание к римлянам 8-9. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Тут больше не надо ничего говорить. Но если бы сказали, кто не имеет 100 рублей на каждый день раздавать нищим, или кто не будет по 2-3 дня не пить, не есть, мы легко проверим. А Дух-то Святой, как я его проверю? Меня сразу же со всех сторон окружают люди. А как проверить? Кто должен проверять меня? Священник на Исповеди или сам себя? Как проверить? А ведь речь-то идет не о малом. Если этого нету, тот и не его. Да я пощусь, я причащаюсь, я помогаю, не его. Если мы по-настоящему там вздумаем, так нам смеяться не придется. Мы только плакать будем. А каждый день все ближе к развязке. Мы уйдем из этой жизни неподготовленной. Мы не войдем в рай. Мы не вернемся к первозданному Адама, который рождается от Христа. Я специально буду останавливаться на последних словах. Павел говорит, я заложил основание доброе. А каждый смотри, как строит. Ну, что-то мы не видим. Не каждый видит, как сеют. Не каждый видит, как мелют. Некоторые думают, что эти пирожки растут на деревьях. А сколько труда бросить семя. Птицы налетят поклевать. Погода не такая. Грызуны. Это еще не упомянуто в притче. Пожары умышленно делают. Уже урожай вот он был, только собрать. Сгорело все поле. Мы остановились и зашли на это поле. Пшеницу я видел, как горит. Но как горит виноградник никогда не видел. А он, отец мой виноградарь. И от горизонта до горизонта. Почему? Там некого спросить. Мы засняли только, посмотрели. Я в этот труд не входил, не сеял. Я не знаю, я знаю, готовую кисть, как сись. А вот здесь мы стояли, уйти невозможно. Представляешь, сколько было труда заложено. А вот Павел говорит об этом. Ну, из чего строят-то? Из кирпича, мы знаем. А тут и строят из золота, серебра, драгоценных камней. Ну, никто из этого не строит. Но, может быть, царь может построить. Но дальше совершенно не строится. Из сена. Ну, кто же из сена-то строит-то, когда оно в руках горит? Я в лагере очень хотел, чтобы дети любили в шалашах. И мы сделали большой шалаш на 30 человек. Но когда все сделали, мы туда залезли только днем, на занятия. На ночь я так и не рискнул. Это 30 человек. А он как порох горит. Потому что мы камышом крыли, а сока, а когда она подсохла, она легкая сделалась. И распылилась маленькая. И под ней легко идет кислород и пожар. Строят из сены соломы. А дело как испытывать будет? Не разговаривать, не гладить, не исповедовать. Говорит, огонь испытывает. Вы слышали, что сказано? Мы должны это к себе так принять, что я сегодня сгораю. Я вчера делал там сено-солома. Дерево. Еще из дерева, ладно. Можно что-то где-то и потушить, пропитать криозотом. Но сено-солома. И вот апостол Павел здесь говорит. Мы сейчас по порядку прочитаем заново внимательно. Я хочу вернуться к первоначальной проповеди. Это проповедь его в письме, в письменном виде. Внимательно я буду поднимать руку и останавливать. Я молился об этом. Считаю, что меня Господь побудил это сказать. Но еще какие-то места откроем. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными. Но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Вот это да. Вот в этом состоянии. Они плотские. Плотские в рай не войдут, ни один. Это община, которую создал он. Я с вами не могу разговаривать. Как младенца. Понимаете, разговариваешь. Такие простые вещи. Все делают на выворот. Даже по житейскому-то на выворот делают. А это по духовному речь идет. Вот здесь сегодня экзамен начинается. Вы плотские. Как малонеразумные дети. Такие в рай не войдут. По разуму нужно быть совершенным. И далее. А то он сидит, Павел. В вузах. Пишет. Где он был, там еще неизвестно. И пишет. Я питал вас молоком, а не твердую пищу. Ибо вы были еще не в силах. Да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете. Зависть, споры и разногласия. Зависть. Даже не знает человек. И только плащи с плащущими, смеющимися. А что легче? Плакать легче. А когда у друга успеха, у меня нет, я трудился здесь, у меня ничего не выросло, я все потерял. Как я могу радоваться этому? Мне рассказывали, говорят, тут есть страны, где люди с детства к этому приезжают. У соседа есть, у тебя нету. Ты разбери, почему у него есть. И чтобы ты такой же был богатый. А у нас не так. У соседа есть, у меня нет. Я сделаю так, чтобы я тоже не был. Ты будешь такой же, как я. Мы приезжаем на лесопилку в Шарчино. Человек такой же, он ничего не имел. Ну, купил, разорился, кредит взял. У него лес пилится. И мы заказываем, берем. Он говорит, ночью у меня. А он попутно еще, как батюшка, наш держал овечек. И ночью отравили овец. Смотреть это нельзя без слез. Овечки сытые, хорошие, мертвые лежат. А травы подсыпали. Это зависть. И он сидит, ну кого вызывать, что делать. С таким трудом все это было добыто. Мертвый теперь где хоронить, где зарыть. Что-то снимать, не снимать. Я стоять рядом с ним не мог даже. У него, вот я был в Беслане, где там детей взял. Ложеньки брали. И там в библиотеке мать, видимо, работает. По контуру лица видно, что она была очень приятная. Но вот эта печаль двух сыновей потеряла она в школе. С учениками воевали. Там пулями вся стена. Мы ходили там, снимали. И на ней эта печать великого горя отпечаталась на лице. Она стоит, слышит, понимает. Умом она все еще в том дне, где она начала все это терять. Кто оплачет наше предстояние на суде Божьем? Мы откроем седьмую главу Даниила, прочитаем. И перед престолом протекает огненная река. И всем надо будет проходить через нее. Огонь. Да где огонь, наоборот, не подходи, чтобы не повредиться. Все до одного мы пойдем через эту реку. И с той стороны мы выйдем. Ефрем Сирин подробно это описывает. Это только одно местописание, которое об этом говорит. Праведник выйдет. Допустим, одежда златоузг, говорит, и золото бывает. Ну, закоптилось, трещины. И выйдет оттуда. Наоборот, оно обновилось. А когда с сеном зашел туда, еще что там из него будет? Мы должны вникнуть в эту проповедь апостола Павла. Снова дальше читаем. Ибо когда один говорит, я Павлов, а другой я Полосов, то не плацки ли вы? Кто Павел, кто Полос? Они только служители, через которых вы уверовали. И при том, поскольку каждому дал Господь. Я нас один. Так, речь идет не об еретиках. Там, баптисты, адвентисты. Это служители Божьи. Сколько дал Господь? И они разделялись, люди. А я от Петра обратился. Это Кифа, Петр. А другие так. А мы евангельские христиане. Как будто бывают христиане, но еще и не евангельские. Ну, есть же евангельские, ЕХБ. Да еще и баптисты сзади прибавят. Это же сегодня есть. Да у вас иконы. Иконы, когда отделились, иконы у тех людей, кто отделился, не было. Но после того, как они отделились, тысяча разных наименований, без всяких икон. А мира-то нету никакого. Там женщина Уайт Елена образовала от 10 седьмого дня. Уже раза четыре предсказывали кончину мира, пришествие Христа. Ничего не сбывается, наверное, что ложь. А что другие-то ходят? В одной Америке 21 тысяча разных наименований. Называет динаминацией конфессия. Я нигде эти слов не нахожу. В Библии есть такое. Истина и ересь. Истина и ересь. Это слово ересь прикрыто такими словами. Итак. Я насадил, а полос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Смотрите как. Феофан Затворник. Я от него это беру. Он говорит, благодать трех видов. Первое, призывающее. Призывает человек, говорит Бог. Покайтесь, верите в Евангелие, близок Господь придет. Ну, все правильно. Без этого никак нельзя. Но говорить я должен откуда? Вера от слышания. А слышание от Слова Божия. Криминам 10-17. А у нас этого нет. А я с бабушкой ходил, в церковь привык, так хожу. А что понимают? Устроили диспут. Мне сегодня скинули в интернете. Священник один, как по-славянски, ничего нельзя менять. А другой, надо все по-русски. А того я знаю хорошо. И у того, который по-славянски, у него доказательств никаких нет. Ну, народ-то не понимает ни литургии, ничего. Ты учился, академию закончишь. А ты все понимаешь? Он говорит, нет. Ну, что спрашивать-то не знает. Ну, а как понимать? Ну, у нас Господи помилуй есть. Видно, что академия, там у него звания какие. Господи помилуй. Дальше ничего нет. Ну, по-разному можно понимать, Господи помилуй. А как? Ну, грешник помилуй. А второе. Я пришел сказать тебе, Господи, ты любящий мой отец. Там, Господи помилуй, нет. То есть бредит он совсем. Но если не понимает, что ты скажешь-то? Мертвый язык. И еще диспуты снимают и все это выставляют. Ну, кто за русский язык, я могу сказать, Георгий Кочетков. Его люди к нам приезжали, я его знаю. Там тоже вкралось то, что не совсем подходит. Но, однако, все понятно. Нам не надо за край заходить. Мы, когда просили здесь считать, наш епископ Евтихий запретил ровно три года, чтобы слова не было на эту тему. 23 мая запретил. Через три года, 23 мая, мы вытащили Библию опять и стали... И он теперь стал считать. И стал сам переводить там заупокойно на русский язык. А это время мы молились. И нам Бог дал такого архиерея, который голосу Божию прислушался. И эти, которые сейчас приезжают в митрополит, они у нас берут на русском языке, считают. Ну, все как есть. И Духа Святаго Господа Истинного. Сегодняшний митрополит потерявший который. Потому что он разумный человек. И дальше. Насаждающий и поливающий суть одно. Но каждый получит свою награду по своему труду. Труд. Ну, хорошо, я проповедовал. Ты проповедовал. И никто не обратился. А знаешь, как Бог учтет? Труд, а не обращение. Вот первая благодать призывающая. Вторая обращающая. А обратиться нашего ничего не только от Бога зависит. Избранный он или нет. Записан в книгу жизни. Он не записан. Он будет слушать, ему это не надо. Он не вписан туда. А как узнать? Никак. Ты трудись. Бог разберет и труды твои защнет. Я знаю военные, которые считались маршалами Победы. Наказывал всем. Только не через огненную печь. Похороните меня. Все равно сожгли. Замуровали в стенку. Замуровали в Кремле. Вот что делается. То есть ты убивал людей, убивал. Жег, жег. Вот тебе теперь тоже и будет. Я рассматриваю с позиции той. Что посеет человек, то и пожнет. Как мы будем умирать? Что будет после смерти? Мы сегодня должны смотреть внимательно. И дальше. Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия Нива, Божие строение. Я, по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании и золото, серебра, драгоценных камней, дерево, сено, соломы, Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня. Речь идет о том, что он спасется от уничтожения. Он не спасется, зато он не может спастись. Блаженно нищие духом. Девять блаженств. Если одно блаженство не твое, ты уже не войдешь. Ты должен часто считать блаженства какие и с чего строить. А что такое золото? Это милостынь, это молитва, это прощение, это скромность, смирение. Ну, все самое доброе. Камни драгоценные. Ну, золото это девственность. Пояснять так. Замуж не выходил и не женился. Для Бога живет человек. Серебро семейная жизнь. Тоже одобряется. Мы же серебро, говорит, не выбрасываем, когда золото есть. Так, толкует блаженный эпилакт. Он берет от златоуста. Но сено, солома, это то, что самое скверное. Это предательство. Измена, блуд. То, что есть на наркотике сегодня. Вот это все. Это все сгорит. Я попрошу прочитать еще несколько мест. Вот слово строят встречается в Библии 443 раза. 443 раза нам не по мозгам это. Из чего я строю? Вы видели, как дети строят? Песочек, он что-то там лепит свое. Он уже начинает строить. Ему уже расскажите. Из чего надо строить? Не бойся, что он не поймет. Ему расскажи. Огненная река. Наша мама не могла сказать. Она говорила, нельзя, иначе огонь. И была книга в лицах. В лицах это в картинках. Ну, такие картинки надо еще додуматься. Вот у нас там икона сзади. Посмотрите, вот крещение Господнее. Это уже ничего православного нет. Христос стоит на воде. Этого не было. Надо объяснять. Объяснять не надо. У него в руках черепушка. Он идет в воду. Это католическое. Почему было не изобразить Христос вместе с Иоаном Крестителем в воде, как Филипп с Евнухом сошли, погрузился? Это у нас сейчас здесь. Это зарубежная церковь. На рисунке-то оттуда идут. Такого никогда не было. А если это не соответствует действительности? Ну, так не бывает. Чтобы через иконы нас еще уводили. Мы знаем, что Иисус зашел в воду. И крещение означает погружение. Никакой черепушки там не было лить. У нас тут была шестиконечная звезда. Я заметил. Тут умеет она рисовать. А это... Вы знаете, шестиконечная, откуда она и что идет. У нас восьмиконечная на батюшке. Восьмиконечная. Прочитаем несколько мест. Вот из чего строить. Ну, Даниилу прочитаем сначала. Седьмая глава. Десятая и четырнадцатый стих. Огненная река выходила и проходила пред Ним. Тысячи тысяч служили Ему. И тьмы тем предстояли предьмы. Судьи сели и раскрылись книги. Так, это десятый и... Да, четырнадцатый. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его, владычество вечное, которое не приедет и царство Его не разрушится. Огненная река. Дальше ничего не говорится. Она не просто огненная, а она испытает. Испытает в огне. Мы это дело увидели. И как... А мы должны друг другу сказать. Ты, брат, со стороны тебе виднее. А из чего я строю? Сгорит мое, не сгорит? Как-то друг друга надо побуждать. Мы с тобой уже сколько время знаемся. И ни разу на эту тему не поговорили. А думаю, я все нормально. А когда встретился с людьми, которые строят, а я увидел никто... Вот иногда человек, кончая 10 классов, ему говорят, выбери, какая специальность. Университетов много, то другое. Самая главная должность какая, вы знаете? Я вам сейчас назову ее. Открыть надо книга Бытие, 2 глава, 15 стих. И 17. И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говорят, всякого дерева в саду ты будешь есть, а дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Значит, первое, это земледелие. Потому что вот роба требует, и не можем мы неделю, месяц без пищи остаться. Самый главный труженик на земле, который землю обрабатывает. В раю уже он это делал. И 3 глава, 7 стих. Бытие. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги сшили смокомные листья, и сделали себе опоясание. Вторая, надеюсь, она, да. Что-то тексильная промышленность. Куда, кончая десятилетку. А почему не пойти тебе в деревню, где-то там кто-то, может быть, родители там, или как-то, ну, дома как-то, или хорошая дача, чтобы у тебя было это все, себя так обеспечить-то. Многие не строят. Готовый купил, и все. Но первое, самое главное, в раю уже это было. И сегодня так же. Вот разные-разные науки есть. Ну, говорят, а куда вы определитесь священника? Он ничего не создает. А учитель? А адвокат? А врач? А они как раз в каждом с ними, со всеми. Потому что они нужны. Они нужны дружескому сельскому хозяйству? Нужны. А вот разные там экономисты, которые придумают, ну, много таких есть, изобразителей, историк по школе. Они не нужны. Это книжка обыкновенная. Тем более, было в 91-м, кажется, году, отменили экзамены по истории. И причина какая? Сейчас я не могу сказать точно. В известиях кажутся. Ибо история страны чудовищно искажена. А их учили. Годы сидел. Вышел, говорит. Чудовищно искажена. И дальше мы ничего не скажем. Первое. Посоветовать любыми путями пробиться к земле. Никак. Второе. Текстильная промышленность. Обувь, одежда. Все, что готовится. Где, как. Это наиглавнейшее. Третье. Дальше не описывается. Но мы догадываемся, что уже вечером Бог изгнал их. Он искал, где ночевать. И лучше всего там, где крыша над головой. И лучше всего там, где можно печь затопить или от змей. Все сделали с врагами его. Я не считаю нигде. Я просто понимаю. Меня сегодня выгнали здесь. И куда я? В первую очередь, я должен найти, где быть. Мы встречали людей таких, которые здесь на кладбище живут. Они вырыли себе, как могилу. Хворостом забросали. Трубу нашли. А почему? Не бодрствовал. Подходил к заводу. Здоровый, крепкий парень. А тут соскочили. Мебель на машине. Мы не можем там сдвинуть. Купили большой комод. А мужик добрый. Он соскочил к ним. Больше ничего не помнит. Очнулся уже там, где наручники на руках и сидит в подвале. Уже там оказался. В другом государстве. И через семь лет только он догадался, кто убежал оттуда. Всех догоняли и расстреливали. И он бежать сказал, надо в другую сторону, по горам. И сделать большой крюк, через другое государство вернуться. Семь лет ушло. Пришел ни жены, ни матери, ни квартиры, ничего нет. И он рассказывает, я все равно квартиру куплю. Я каждый день бегаю на вокзал. Я кому-то помогаю. Я коплю и коплю деньги. В жизни все может быть. Никогда не впадай в отчаяние. Согрешить дело человеческое, Нил Синацкий говорит. А отчаивать дело сатанинское. Не получилось один раз, начинать строить. Заново. Не получилось со специальностью, приобретай другую. Я знаю человека, который стал лауреатом Нобелевской премии. У него все данные были для того, чтобы стать таким человеком. Он врач. А когда поехал, то просто помогать. Оказалось, там зараженная местность. Прокаженная. И он тут же поступает в институт, заканчивает медик, едет туда. И внимательно приглядывается. Главное, чтобы человек не волновался. Кто нас на это смотрит? Утешь его, скажи ему. За гробом нас ангел должен вести. А как? Он спрашивает. А из-за чего ты заболел? Много времени выделяет на это. Да я люблю, у меня коза есть. Коза? Так, отдельный шалаш построить ему. Козу приведите сюда. И коза у него рядом, он каждый день ходит, доит, ест. И у него начинает совершенно по другому организму работать. Даже на это пошел. Я внимательно искал таких людей. И увидел, что все заботятся об одном. Явить любовь. Что это близкий твой. Такой близкий-близкий. А мы все братья на этой земле. На чем он строит? А другой так же дело. Наконец заразился проказой. И вместе со всеми умер. Церковь канонизировала его. Я бы мог по житиям святых все рассказывать. И вот здесь мы считаем. Первое, значит, сельское хозяйство. Второе, текстильное. И третье, строительство. Вот это я могу поставить. Я сам строительный техникум кончал. Хорошая специальность. Очень хорошая. Тебя везде зовут. Наши вот которые братья. Они ходят там в разных местах работают. Ты знаешь. Наверное, у тебя свои там есть, которые людям нанимаются, делают. А экономия есть. Куда он пойдет? Кому поможет? Если бы мы жили честно, и не болели, ни врачи, ни юристы, нам были бы не нужны. Но мы болеем, и нас обманывают. И поэтому люди для нас незаменимые абсолютно. И мы должны это понимать. Они входят в каждую профессию. Я стал думать, а куда поставить? В конце стоят там те, которые пишут негодное что-то. Вылизанное чашкой и ждут, когда ему что-то насыпят. Они сами ничего не зарабатывают. И при том, ну, нападать где-то делает, бегать в футбол гоняет там. Ну, зачем? Ему это ничего не дает. Ты вот научись, что делать. А занимаются или потеряют гимнастикой? Занимаются. 36 коров, если там, нанимаются. Белами повыкидывают туда-обратно. Только до деда, до дома добраться. Поэтому, первое, спасительное полностью, но не делать то, чего Господь не повелел. Табачные изделия, все запрет. Это не прикасайся дерева, на этом вот траве, иначе ты умрешь. Сегодня тоже можно найти кое-что, от чего умирает. Второе, это что одевать? Значит, коснется там, никогда не участвует в том, что раздевает человека. Заметьте, как вот мужчина, вот смотрите, и как женщина, у нее воротник не сходится, а вот сюда стаду раз, вот до сих пор ничего нет. Посмотрите, я грешный человек, смотрю это дело, и вижу, как прекрасно одеты мусульман, а у них это поставлено в закон. Вы должны смотреть. А когда стали дальше с ними беседовать, они взяли все от нас. Первые христиане так одевались. И где это видно? На иконах. Они говорят, у нас возьмите, мы возьмем от своих. Но они показывают, что они сумели это сделать. Я проехал много стран, и везде их встречал, и везде они одинаковы. Понимаете, как тут сразу меняешься, и ты, глядя на них, и думаешь, здесь порядок, здесь, что попало, люди не делают, потому что они следят за собой. Мы сейчас прочитаем еще здесь. Исайя 5,24. Что такое сено? Исайя 5,24. За то, как огонь съедает солому, и пламя истребляет сену, так и слеет корень их, и цвет их разнесется, как прах, потому что они отвергли закон Господа Саваофа, и презрели Слово Святого Израилева. Значит, кто презирает Библию, кто не исполняет из соломы все. Я нашел ответ. Я раньше считал это, считал по Златоусту, а теперь решил и к нему еще открыть эти места, откуда он брал. Может быть, он не указал просто. Отвергли Слово Израилева Господа. Каждый день считайте Библию. Родственники придут, долго ты не разговаривайте. Положи Библию, прошло какое время, давайте поговорим, чтобы они увидели, что вы ненормальные, что вы еродивые. А наше еродство во Христе. В 15 главе Павел говорит, я положил основание, кроме которого никто не положит, вера в Иисуса Христа. Я это все делаю, все говорю ради моего Иисуса, спасителя моего. И далее. Притча. 8, 2, и 14. Не подразложил, наверное, да? Значит, посмотрел. Так не виноват. Ладно, тогда не надо открывать. Притча какая? Да, это даже не... Псалом 82, 14. Псалом там заложено. Боже мой, да будут они, как пыль вихри, как солома перед ветром, как огонь сожигает лес, и как пламя опаляет горы. Есть такое место в Священном Писании, об этом мы считаем у пророка Малахии. 4 глава, 1 стих. Малахия, 4, 1. Из этого сумели сделать гибель людей. И вот придет день, пылающий как печь. Тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут как солома. И попалит их грядущий день, говорит Господь Солов. Так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. Попалит. Это может быть еще второй стих я не посмотрел. А для вас, благоговеющий, пред именем моим, зайдет солнце правды и исцеление в лучах его. И вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные. Это админтийство седьмого дня. Этот стих взяли и говорит, человек уничтожен будет, и никакой муки нету. Отсюда души нету, ада нету. Будете пожжены, как солома. Но, однако, не так. Человек не уничтожится, он пройдет через огонь и спасется. Но, если коснется вам посмотреть, вот у нас в Трехтомной, где святые цены одинаково, все это говорят. Спасется от уничтожения, чтобы быть брошен в огонь вечный. Солом 82, 14. А мы почитали его, да? В общем-то, тут все это понятно. Ты тебя не заметил только, вот это у меня что, на ум какое-то написано. На ум, да, 1,10. Тут и заложено должно быть. Вот писать. На ум, 1,10. Ибо сплетшиеся между собою, как керновник, и упевшиеся, как пьяницы, они пожраны будут совершенно, как сухая солома. Пьяницы, Павел, 5 главе 1 Коринфия, говорят, пьяницы, Сарси Божий не наследует. Это не просто порог какой-то, это смерть. И вы родственникам, близким, кому можете, укажите на это места. А еще особенно, я на свои деньги выпил, то другое. То, что ты прописан в аду будешь, тебе оттуда уже никогда не выйти. Покаяние дается только на этой земле. Определи, чего ты строишь. Вот для чего сегодня я говорю. Мы можем маленько рассудить. С утра, давай, что мы что-то строим. Приходят души какие-то. Первое, это благодать призывающая. Второе, это обращающая. И третье, освящающая. Вот у неправославных, у них первые две есть. А освящающая нет. У православных третье есть, первых нет. Есть так редко. Есть такая книга, там Мейерхольд пишет, православие в протестантизме. Протестантизм в православии. То есть все доброе, мы научиться должны брать отовсюду. Побуждать священников к проповеди. У нас сейчас такое встречается в интернете, это уму непостижимо. Это православное. И, наконец, очень известный священник говорит на тему, что Христос покидает Россию. Я прочитал, испугался. Сегодня стал смотреть, до конца не досмотрел. Очень веско говорит. Но, все-таки есть люди, которые знают это. Показал, как друг друга сами православные поедают. Нигде таково. Еретиков он не берет, только православных. И он очень много пострадал уже. И мы видим сейчас, что делается. Поэтому, вы вспомните, о ком я говорил. Были у нас люди, о ком молиться. Татьяна, Кристина. Мы не знаем, как Бог делает это. Но он может тронуть эти души, горнулся. У нас были люди, которые ушли. И ушли мы, их нигде не можем найти. Да найдет Господь каждого из нас. Да будет прославлен в жизни нашей, чтобы в Царстве Небесном, как мы пристали, как в вечной пристани. Аллилуйя, аминь. Спасибо, Христос. Субтитры сделал DimaTorzok.